канал сейчас буду показывать как строится рацион хорошо вот ладно а теперь а теперь давайте сконструируем рацион просто сконцент сконструируем наш с вами рацион дай бог чтобы у меня сегодня хорошо работал интернет друзья накормите меня пожалуйста я к вам пришла в гости вы не знаете что я в системе старости нет и что у меня низкоуглеводное питание вы понятия не имеете вот чем бы вы мне на завтрак накормили давайте кормите меня на завтрак чем бы вы меня на завтрак накормили все вопросы в конце друзья все у нас сегодня занятильный день так давайте чем вы мне на завтрак покормите а я вам начну показывать свой экран смотрите я продолжаю ввести большое количество личных консультаций и всегда спрашиваю какой у вас завтрак ну конечно оля говорит давайте вы мне творожочком я вас накормлю но в основном стационарный завтрак обычный у людей все-таки овсяная каша сейчас давайте овсяную кашу мы с вами и и разберем но возьмем какой-нибудь знаете без сахара конечно овсяную кашу зачем нам вот можем какой-нибудь просто строй ну ладно даже с тропическими фруктами не будет не будем брать давайте какую-нибудь овсяную кашу вот овсяные хлопья быстрого приготовления очень многие люди едят которые не в системе старости нет яичница творог рыбка яйца овощи зелень оладьи да мне предлагают а я возьму то что обычно люди едят и считают что это очень правильно и полезно просто возьму ахла овсяные хлопья быстрого приготовления сколько я возьму но 100 грамм я возьму вот чтобы наесться потому что я их ну запарю и у меня получится 150 примерно грамм готового продукта но так как они без сахара и вообще никак кстати говоря я наверное залью молочком вот я честно говоря не люблю овсяные хлопья просто на воде возьму молоко молоко есть у вас молоко там где-нибудь двух с половиной процентной всего 100 миллилитров возьму и мне будет намного вкуснее честно говоря так взяла 100 миллилитров хорошо вот а также вы же хотите чтобы не было чуть повкуснее и спрашивайте а чтобы вам туда порезать бананчик или яблоко но я-то знаю что такое система старости нет поэтому я говорю дайте мне лучше яблоко потому что банан это ну давайте покажу банан банан без банан смотрите банан если я возьму 100 граммчиков банана то это будет 21 грамм углеводов 21 мне много поэтому я не буду банан у вас просить я попрошу у вас яблоко я прошу у вас яблоко друзья что я сейчас делаю я сейчас вам показываю самую ценную вещь которая позволяет позволит вам всегда быть в оптимальном весе это самая ценная вещь которая называется три волшебных вычеркивания так что включайтесь я взяла яблоко и всего немного 100 грамм вот это всего 9 грамм углеводов хорошо итак овсяный хлопья залила молоком добавила туда яблочко вот и запью кофе очкам без сахара или ну не знаю я честно говоря кофе с сахаром пью может быть вы уже пьете кофе без сахара мы такие мы с вами хотим вот кофе без сахара мы хотим с вами стране поэтому мы знаем что сахар добавлять нельзя мы возьмем кофе без сахара это вообще видите по нулям по нулям никаких не белков не углеводов и того и того смотрите я начала я начала свой свой день и дала себе ничего себе 17 грамм белка этого достаточно чтобы построить свое тело прям с утра это очень хорошая дозировка и я дала себе 70 грамм углеводов теперь нам с вами нужно понять что такое 70 грамм углеводов это очень важно я открываю калькулятор кстати вы меня видите сейчас я проверю так видно было мою так сейчас проверю сама все видно вам все видно отлично все вам видно теперь вы мне вернутся так хорошо значит нам нужно сейчас понять что такое 70 грамм углеводов прям вот взять и понять что такое 70 грамм углеводов давайте-ка мы разберемся я подошла к своей сахарнице которая у меня на на кухне взяла столовую ложку загребла этой столовой ложкой сахар и потом взвесила сколько в столовую ложку влезла оказалось влезла 15 грамм то есть одна столовая ложка сахара равно 15 грамм давайте-ка посмотрим сколько 70 грамм столовых ложках сахара потому что 70 грамм вам ни о чем не говорит а сейчас начнет говорить 70 делим на то сколько в столовую ложку сахара помещается делим на 15 и ставим ровно получается за свой завтрак я получила 4,6 столовых ложки сахара в кровоток почти 5 столовых ложек сахара в кровоток за завтрак вы еще не понимаете много это или мало но я вам обязательно об этом расскажу вы хотите у меня наверное спросить лена а какое ты имеешь право все углеводы приравнивать к сахару а я вам скажу имею полное моральное право потому что если вы возьмете столовую ложку сахара и скушаете ее сразу то это глюкоза сразу упадет вам в кровоток тут же даже глотать не надо и сублингвального пространства а если вы возьмете и сделаете таким образом вы возьмете и скушаете вот эти эти не 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 это к эти крахмалистые но не сладкие углеводы вы съели эти не сладкие углеводы и получили 70 грамм углеводов с этой пищи ваши пищеварительные ферменты взяли эти эту крахмалистую молекулу которая состоит и что такое крахмал это пояс товарняк который состоит из множества вагончиков каждый вагончик это глюкоза эти пищеварительные ферменты растригли эту длинную молекулу крахмала до отдельных глюкоз и эти отдельные глюкозы пришли в кровоток то же самое ровным счетом абсолютно только не сразу через 40 минут поэтому я имею право все углеводы которые насчитала за день переделывать просто в столовые ложки сахара понятно понятно хорошо теперь идем дальше чем бы вы меня накормили к примеру на ужин надо же понять чем бы вы меня накормили к примеру на ужин так у нас еще обед возьмем себе обычный обед кстати давайте выпьем воды я уверен на друзьям что никто не имеет права перепахивать ваш пищевой рацион вообще ни один человек ни один самый крутой диетолог не имеет права перепахивать ваш пищевой рацион мы имеем право и вы и я поменять что-нибудь небольшое буквально 20 процентов рациона потому что организм привык организм живет на этом длительный промежуток времени и резкие смены это стресс физиологический стресс поэтому допустим человек при привык первое второе и компот поэтому мы ничего не меняем первое но так как я живу в украине то конечно это будет бур борщ можно я съем борщ но реально очень вкусный в украине возьму борщ украинский борщ украинский добавить что у меня тут получается борща я точно знаю чтоб я могла наесться это нужно 300 грамм это нужно 300 грамм по белку кстати говорю получилась кстати говоря я получу совсем понты какие-то 3 грамма а по углеводам 20 грамм что такое 20 грамм это столовая ложка и чайная ложка сахара казалось бы борщ да совсем не сладкий столовая ложка и чайная ложка боже как это ладно дальше второе как вы думаете какой бы нам сегодня гарнир подобрать друзья какой гарнир а мне предлагают суп гороховый рыба жареная с овощами вот хорошее предложение хорошее предложение суп гороховый рыба жареная с овощами и наесться можно и все такое но это вы меня видимо давно слушаете а вот я позавчера считала рацион пищевой девчонки которая только знаете быстро среагировала увидела что я могу и полезно быть и сразу но вот мы с ней пообщались и там вот рацион конечно тот еще да давайте многие очень хорошо гречки относятся знаете если вы живете за границей вы это знаете только в русских магазинах можно эту гречку купить а не гречка нужно греча видимо написать возьмем сразу гречневую кашу гречневую кашу на второе нормально ждает аж в нормальное питание сколько мы возьмем ее грамму личик но 100 грамм это так не наешься точно возьмем 150 грамм вот 6 грамм белка прилично по углеводам две столовые ложки сахара это будет будет 30 и еще всем это еще одна чайная с горкой ну ладно гречневая каша ладно а гречневая каша возьмем вот пп питание кстати мне так ржачно вот это вот слушать пп питание то что у каждого пп свое не бывает пп не пп бывает либо ты ешь по физиологии и выглядишь физиологично идеальное тело либо ты делаешь ошибки и выглядишь соответственном либо гриви гримишь костями либо наоборот лишний вес ксу значит пп ну смешно конечно так берем куриную грудку три сейчас ищу ищу ну вот есть вареная куриная грудка но вареная не вкусно но мы как-то и вкусно приготовили вот вкусно мы и приготовили давайте филе возьмем можно филе взять курица филе возьмем курица филе добавить так друзья курица филе но сколько 100 грамм честно говоря больше не съешь потому что суховатая штука да надо правильно готовить может 23 грамма белка в этом куриным филе конечно это очень хорошо это хорошо а углевода вовсе нет крутенько так чем по нам запить борщик с лопали гречневая каша с курицей мы можем сюда еще добавить какой-нибудь салат можем же добавить салат салат обязательно нужно давайте мы просто порежем себе томат томат порежем себе ну в смысле помидорчик томатик можем взять черри я люблю черрики маленькие такие хорошие сколько 100 грамм чиков скушаем ой не а чё по белку 0 8 до 1 грамма и по углеводам 2 и 8 ай томат черри можно вообще не считать но что еще огурчик какой-нибудь положим да давайте огурчик получил огурец положим так тоже 100 грамм чиков больше не будем потому что и так очень крупный обед у нас получился смотрите 300 грамм борща 150 гречневой каши да еще 100 курицы и 200 грамм салата но это прилично получается надо не перерастянуть еще стеночки желудка надо еще чем-то запить чем обычно запивают люди вот я вижу я иногда хожу рядышком со мной когда я в запорожье в гощу у меня есть шикарный ресторанчик и туда мужики настолько там хорошо кормят что мужики такие солидные серьезные которые могут себе позволить каждый день обед в ресторане приезжают на хороших машинах садятся за отдельный столик и в целом заказывать себе очень правильное питание но запивает это все соком соком запивая давайте сок посмотрим сок ну хорошо если томатный а мы пойдем прям мой любимый когда-то мы знаете какое любила больше всего сейчас я не могу вообще пить персиковый персиковый конечно же персик конечно же персик так и подают этот персиковый сок не 200 миллилитров а подают 300 миллилитров большой стакан 300 миллилитров и получается 28 грамм углеводиков что такое 28 грамм углеводиков это одна столовая ложка еще одна но не полная но не полная все скажите мне просто вы накушаетесь борщ украинский гречневая кашка с курочкой и да еще с салатиком и запить это соком ваш муж точно накушается согласны наелись бы вот ну как бы и я за то чтобы человек всегда был сыт то что если он голоден он будет делать пищевые промахи ошибки а если он сын то все будет с ним хорошо так что у нас получилось у нас теперь уже 54 грамма белка она собиралась и 162 грамма углеводов но нам еще предстоит ужин допустим мы с вами паинька и вообще не перекусываем но то что хорошо кушаем вот и много интересная работа в течение жизни каких-то занятий вот когда делать нечего то вечно что-нибудь хочется грызть а когда ты занят то честно говоря и не хочется а салатик с маслечком а маслечко мы не будем считать потому что мы обращаем внимание только на белки и на углеводы вставляете только на белки и на углеводы ну кстати очень хороший вопрос сразу отвлекусь а почему мы не обращаем внимание на жиры а потому что когда вы берете суточную норму по белку она всегда белок сове соседствует с жирами и если вы возьмете себе суточную норму по белку то вы получите абсолютно норму по жирам вот и еще такой момент очень многие люди и я в том числе думала тогда когда-то вот когда стала полнеть несмотря на свое медицинское образование высшее боже хорошо учили